Арсен Сулейманович, через несколько дней нас ждет самое главное событие, спортивное событие в жизни нашей республики. Пару слов о турнире, ваши ожидания, что ждете от этого турнира? Ну я первое, ждать, что приедет много команд, более 20 команд уже подтвердили, многие команды уже заехали, в республике находятся, и американская команда, узбекская, монгольская, многие команды. Я думаю, что вы об этом знаете уже, болельщики об этом знают хорошо уже. Мне приятно, что Снайдер, олимпийский чемпион сегодня, один из самых сильнейших борцов в мире, приехал. И я вчера читал его интервью, где он пишет объективно, говорит о том, что это самый сильный турнир на сегодняшнем мире. Когда был первый турнир, уже был самый сильный. Но с каждым годом мы набираем обороты, и сегодня турнир на самом деле перед олимпийским циклом, цикл олимпийский заканчивается, мы три года прошли, на следующий год олимпийские игры. И сегодня в нашем турнире очень многие хотят побороться. Мы буквально через полчаса собираемся у нас здесь у меня на работе, где Джамбула Дилич будет ТДФ, главный тренер, где будет главный судья, Славик Багаев, ну и главный тренер нашей республики, где мы обсудим, кто должен бороться. Потому что чересчур много просьб, чересчур много поступает предложений, все хотят бороться. У нас на сегодняшний день, я со Славиком Багаем разговариваю, где-то 300 человек уже. Мы боремся два дня. Два дня, 300 человек очень много. А еще поступают дальше просьбы о том, чтобы допустили буквально откуда только не злой, от глав субъектов, от соседних, ну такие достаточно серьезные люди просят. Поэтому будем смотреть. Арсен Сульманович, не могу вас не спросить. Огромное количество болельщиков в социальных сетях обсуждают о том, что для Суслана Рамонова это один из главных стартов. Его сейчас он должен вернуться на победную калию. Вы, как человек, за плечами которого огромный опыт, что бы посоветовали лично Суслану? Ну, с Сусланом мы на эту тему говорили еще несколько месяцев тому назад, и мы говорили о том, что ему надо бороться здесь, и он готовится к этому турниру, и он серьезно готовится. Я только желаю удачи, конечно, я буду за Суслана болеть, переживать, потому что у него большой пропуск был, у него были серьезные травмы. Поэтому очень хочется, чтобы он вернулся, потому что, как я уже сказал, до Олимпийских всего осталось 6-7 месяцев. Времени нет практически. И вот здесь многое будет уже определяться, потому что это отбор на чемпионат Европы, который состоится уже в начале февраля следующего года. Поэтому очень многие ребята, которые сегодня здесь будут бороться, а когда, если они станут выигрывать, то у них появляется реальный шанс ехать на чемпионат Европы. После Европы Россия и уже Олимпийские игры, все. Арсен Сулейманович, еще такой вопрос. Может быть, какое-то противостояние выделите? Лично вы какую-то схватку хотели бы увидеть, вот самое вкусное, самое интересное, на ваш взгляд, что? Я бы хотел Снадра и Садулаева увидеть, но Садулаев не будет бороться, там объективные причины. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас не буду говорить о такой схватке, но, конечно, хочется увидеть настоящих мастеров на ковре. Мастеров борьбы. Не имеет значения, он олимпийский чемпион, чемпион мира или Европы. Но чтобы был мастер, который покажет зрелищную, красивую борьбу, которая понравится не только болельщикам, но и специалистам. Вот это очень хотелось бы увидеть на нашем турнире. Арсен Сулейманович, едва ли стены манежа вместят всех желающих? Как вы думаете, что нужно делать? Я хочу сказать по этому вопросу так. Это главная проблема наша на сегодняшний день. Я вот, когда сейчас зашел в зал, я смотрю, у нас будут реальные проблемы. Почему? Потому что у меня уже кто только не звонит. Такие достаточно серьезные люди, которые просят просто билеты, просят просто аккредитацию. Наши гости. Это знаменитые борцы, это политики, это просто любители, хорошие люди, которые любят борьбу посмотреть. Они приедут с других субъектов. И они говорят, дайте нам. Ну, я еще не разговаривал. Сейчас министр спорта подъедет, мы с ним поговорим. Ну, а я хочу поблагодарить и руководца республики, и министерство спорта, всех тех людей, которые сегодня здесь трудятся. Здесь очень многие ребята сегодня, которые стараются делать для того, чтобы этот турнир состоялся, как можно красивее все прошло. И нашему Давидову в судьбе, который опять очередной раз помогает нам проведению. Ну, и, конечно, хочется, чтобы все спокойно, хорошо закончилось. Спасибо вам большое. Спасибо за ваши ответы. Спасибо. Спасибо.